Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Садовые Посиделки, канал обращенный всему, что связан с разъединением домов и садов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, засучу бокова повыше и приступим. Сегодня в гостях Садовых Посиделок посидел гостя, чей псевдоним знает, наверное, каждый из вас. Но мало кто называет ее настоящими. Итак, встречайте, госпожа Синполи или Узамбарская фиалка. Хотя к фиалкам это растение относится радостно своим названием. Синполи было открыто в 1892 году бароном Вальтером Синполи, комендантом Узамбарского округа колонии Германии. Вальтер Синполи обратил внимание на это растение во время прогулки совершенно случайно. Собранный из семена он выслал своему отцу, президенту германского дентрологического общества, а тот передал к своему другу ботанику Герману Венделанду. Венделанд вырастил растение семян и в 1893 году описал его как Синполи фиалкоцветковая, выделив этот вид в отдельный род, который он назвал в честь отца и сына Синполи. Естественно, ареал Синполи граничит горными регионами Танзании и Кении, при этом подавляющее большинство видов встречается только в Танзании, в Лугурских и Узамбарских горах. Синполи нередко растут около водопадов, на террасах рек, в условиях водяной пыли и тумана. Синполи является одним из самых популярных комнаток растений. Существует огромное количество разновидностей Синполи. Это компактные растения, способные цвести почти круглый год. В настоящее время выведено множество сортов Синполи. Большинство из них является гибридами все-таки. К таким гибридам фиалководы чаще используют обозначение Синполи гибридные. Сорта Синполи делят на несколько групп. В первую очередь по окраске и форме цветков и по их типу. По этому принципу выделяют классические, звездообразные, фантазийные, каемчатые Синполи и Синполи химеры. По типу листьев растений в первую очередь различаются, как ни странно, мальчики и девочки. У растений девочек на верхней стороне в основании листа есть светлое пятно. У сортов группы мальчики листья полностью зеленые. Также различаются сорта по размеру и диаметру розетки. Это гиганты, миниатюры и микро-миниатюры. Узамбарская фиалка предпочитает яркий свет, но в то же время не любит прямые солнечные лучи. Следовательно, если растение у вас стоит на солнечном подоконнике, его надо затенять. А зимой желательно дополнительное освещение, чтобы световой день фиалок составлял 13-14 часов. В этом случае Синполи будет свести и зимой у вас. Температурный режим должен быть ровным, не слишком жарким летом и не слишком холодной зимой. Оптимальной температурой считается плюс 18-24 градусов. Узамбарская фиалка очень не любит резкие колебания температуры и просто не выносит сквозняков. Полив для Синполи нужен равномерный. Поверхный слой почвы должен быть постоянно влажным. Но ни в коем случае не заливайте растение, потому что может загнить. Поливать нужно очень осторожно. Лишнюю воду из подона надо обязательно сливать. Вода для полива должна быть не холодной и желательно мягкой. Во всяком случае ее надо обязательно отстаивать. Листья Синполи не терпят опрыскивания. При попадании капель воды на листья они могут просто-напросто загнить. Взрослые Синполи желательно пересаживать каждый год свежую земляную смесь. Ведь их храневая система находится в небольшом объеме земли, которая со временем теряет структуру и питательность. Обычно пересаживают весной. Но если они растут на искусственном свете, это можно делать в любое время года, когда вам удух. На родине Синполи растут на достаточно очень бедных почвах. Поэтому при составлении земных смесей люди стараются не давать им слишком много питательных элементов. Но поскольку все-таки храневая система растения находится в небольшом объеме субстракта, то со временем земля в горшках постепенно истощается. Поэтому приходится все-таки периодически подкармливать растения. Правда, сразу же после пересадки подкармливать не следует. В течение двух месяцев питания до Синполи будет вполне достаточно. Можно добавлять удобрение в воду для регулярного полива, но тогда концентрация удобрения должна быть в 6-7 раз ниже рекомендованной на упаковке вашему удобрению. Наверное, каждый из вас так или иначе сталкивался с фиалками. И многие из вас выращивают, либо начинают выращивать эти фиалки, потому что доступность фиалок сейчас в магазинах просто зашкаливает. Они стоят просто копейки, может, так сказать, по сравнению с другими растениями. И многие выращивают фиалки чисто для декоративных целей, не заморачиваясь, как говорится. Если растение не растет, они просто выкидывают растение, покупают новые, и все красиво. Но я все-таки против этого. Я считаю, что если вы выращиваете растение, занимаетесь цветоводством, все-таки нужно учиться спасать свое растение. И самое главное – уметь размножать это растение. И в моем случае нужно уметь омолаживать растение. Сегодня я вам покажу, как правильно омолодить фиалку. Потому что, как бы вы ее хорошо не выращивали, но со временем все-таки фиалка в естественном освещении вытягивается, потому что растение стремится к свету. И мы пытаемся оборвать нижние листья, которые стоят со временем. Обычно это происходит раз в год. И ствол фиалки оголяется. И она больше становится будет похожа не на фиалку, а на такую ложную мини-пальму. И сегодня давайте я вам покажу, как омолодить вашу фиалочку. Итак, давайте приступим. Для начала давайте подготовим вашу фиалку к омоложению и к укоренению. Для этого нам понадобится фиалка и острый нож. Итак, для начала давайте рассмотрим нашу подопытную фиалочку. Видите, растение очень обидно цветет. Листья здоровые, блестящие. Цвет очень необычный у этой фиалки. Но вот видите, к сожалению, со временем фиалка вытянулась. И ствол очень сильно оголился. Берем фиалку нашу. Берем острый нож. Срезаем нашу фиалочку. Сначала, конечно же, делаем это у основания. Вот мы обрезали фиалку. Нижние листья удаляем. Листья очень ломкие. Быстро очень ломаются. Очищаем все от старых корней. К сожалению, придется удалять и цветы. Вот видите, пенек очень длинный. Нам такой пенек не нужен в растении. Мы наполовину его срезаем. Вот. Мы очистили фиалку от корней, от старых. Теперь можем спокойно укоренять и омолаживать наше растение. Итак, давайте приступим к посадке фиалки. Итак, давайте приготовим землю. Берем, собственно, самую землю. Насыпаем туда перлит. Как видите, перлита много. Потому что лучше будет воздухопроницаемость. Перемалываем. Перемешиваем. Потому что крошки перлит вот у меня крупные. Нужно помельче чуть-чуть. После того, как мы перемешали землю с перлитом, мы обязательно добавляем в землю воды. Мы увлажняем почву. Хорошенько увлажняем, но не делаем из почвы болото. То есть мы будем сажать сразу во влажную землю. Это очень удобно, потому что поливать при омоложении фиалки очень тяжело, чтобы не попасть на розетки листьев. А это очень нежелательно, чтобы растение не загнило. Давайте омолодим нашу фиалку. Для этого мы берем горшок. Горшочек вот взяли мы старый. Его мы хорошо вымыли, потому что это очень важно. На дно мы насыпаем слой мелких камушков. Слой не должен быть очень большой, примерно где-то 1,5 горшка. Потом мы насыпаем землю, немножко утрамбовываем, оставляем место для полива обязательно. Теперь берем нашу фиалочку и просто-напросто заталкиваем, углубляя. Немножко нужно прижать у основания. Вот мы посадили нашу фиалку на омоложение укренения. После того, как мы посадим наши растения в горшки на укренение или омоложение, помещаем в наши растения вот такие мини-теплицы. Я использую в качестве мини-теплицы вот такой пластик-контейнер, который очень доступен сейчас в магазинах. Но если у вас нет, не расстраивайтесь. Просто помещайте ваш горшок цветком в обыкновенный прозрачный полиэтиленовый пакет. Самое главное, не важно, как выглядит ваша теплица, а самое главное, проветривать эту теплицу раз в 2-3 дня в течение часа, чтобы на поверхности почвы не образовались плесень, гниль и не завелось какими-то существами, нужные вам, а чтобы растение нормально росло. Закрываем, ставим на светлое, но не солнечное место, без прямых солнечных лучей, и наблюдаем. В течение 1,5-2 месяцев растение должно показать признаки роста. Если вы укореняете лески, значит должны показаться маленькие листики детки. Если вы омолаживаете свою фиалку, то признаком роста является появление новых молодых листов сверху розетки. И напоследок я бы хотел сказать, чтобы вы не боялись и выращивали этот замечательный цветок, потому что разнообразие видов просто зашкаливает. Размеры очень маленькие, много места не занимает, на подоконнике можно развести целый сад и семь полей. Не бойтесь, выращивайте, экспериментируйте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем, ждем следующих выпусков. С вами был Александр Куранов. Всем пока!